Приветствую вас! И основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы постоянно под давлением. Вы постоянно в обществе то одной девушки, то другой, и у вас не остается, попросту говоря, время на то, чтобы прислушиваться к себе, чтобы осознать то, чего же вы хотите, чтобы понять, что вы чувствуете, чтобы понять, чего вы желаете, и как вообще видите вот эту ситуацию в целом, да, как вообще вы видите, например, своих девушек, что они для вас значат, что они для вас, и так далее. И я думаю, что для начала, для начала вам нужно в обязательном порядке дать себе время на уединение. То есть необходимо, необходимо уйти от обоих девушек и побыть какое-то время без них, без обоих, ни с той, ни с другой, чтобы понять, кто каждая из вас, каждый из них для вас. И когда вы это поймете, я думаю, все станет на свои места. Значит, то заключается в том, что вы оказались в определенных обстоятельствах. Эти определенные обстоятельства включают в себя некие обязательства перед двумя людьми. Но чувства, чувства, чувства вы испытываете только к одному человеку. Я имею в виду здесь чувства настоящие. Вот именно настоящие чувства вы испытываете только к одному человеку. И как раз таки для того, чтобы понять, кому вы испытываете настоящее чувство, и нужно вам уединиться. Уединиться и, собственно, определить для себя, чего же вы хотите. Это первый момент. Второй момент. Вам необходимо для себя понять следующее. Что вы не можете, ну, как бы, вы не можете, например, уйти от одной из девушек, да, бросить ее, потому что вы сами что-то для себя потеряете. Вы даже, в принципе, об этом писали, что вы боитесь пожалеть о своем решении. Так вот, соц. заключается в том, что вам необходимо понять, от какой девочки вы именно больше получаете для себя, нежели чем стараетесь для нее. То есть, понимаете, там, где есть чувства, там, где есть неподдельные эмоции, там, где есть неподдельное желание, стремление делать человека счастливым, там нет стремления и желания что-то от него получить. Там нету, по сути, этого факта, факта получения чего-либо от человека. И вот вам нужно гораздо таки определить, что вы в большей степени получаете для себя от каждой из них. И когда вы определите, что вы от каждой из них получаете для себя больше, вот тогда вам и будет возможно сделать выбор. Потому что появится четкое понимание того, где есть любовь, то есть, желание делать человека счастливым и быть с ним, а где есть просто стремление что-то получать от того же человека. И вот это, когда вы стремитесь что-то получать от человека, является использованием, и такие отношения вам как раз таки счастья и не принесут. Ну, не принесут вам счастья подобные отношения. Это нужно для себя понимать. И тогда, чтобы вам не жалеть, чтобы не испытывать жалость, чтобы не сожалеть потом о том, что вы сделали, необходимо для себя определить одну простую вещь. как можно получить то, что вы получаете от той девушки, которую используете в своих, например, собственных интересах. Как можно получить это самостоятельно и, собственно, сделать это, дабы не зависеть от нее. На данный момент, что заключается в том, что вы хотите быть с одной девушкой, но от другой девушки зависите именно в плане своих желаний. то есть, с одной девушкой вы хотите быть, потому что вам с ней хорошо, у вас к ней чувства, а с другой девушкой вы хотите быть, потому что она вам дает то, с чем вы нуждаетесь. И вот это, то, с чем вы нуждаетесь, вам и нужно, по сути дела, получиться самостоятельно, чтобы перестать нуждаться, и когда и если вы перестанете нуждаться, вам станет гораздо проще, и удобнее, и комфортнее выбрать, 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 наконец, ту, с кем вы хотите провести свое время, и именно, так сказать, чувствуя эмоциональный порыв, а не какую-то личную выгоду. я думаю, что именно, так, можно ответить на ваш вопрос, решение принять, в любом случае, будет не просто, но все же, можно будет это сделать, если вы приложите достаточно усилий, и главное, будете руководствоваться тем мотивом, что, например, если вы будете с какой-то девушкой только потому, что вам от нее, ну, допустим, что-то нужно, то ни она будет не счастлива, ни вы. А я уверен, что такой жизни, по крайней мере, для себя вы бы не хотели. на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!